Всем привет! Запаситесь чаёчком, а ещё лучше кофе. Видео будет долгое, но интересное. Очень часто нас спрашивают, вот какое мультимарочное оборудование подобрать, чтобы охватило как можно большее количество автомобилей. Ну, давайте сейчас попробуем прояснить этот вопрос. Начнём, наверное, пожалуй, с самого известного, распространённого и доступного прибора. Это называется прибор ELM-327. Также ещё часто его называют просто OBD-2 сканер. Бывают они всяких видов. Бывают вот такие короткие, то есть чёрные, есть синие, бывают длинные. Также есть варианты USB-подключения. То есть их удобно, то, что, например, вот Bluetooth, либо Wi-Fi-версию, можно их подсоединять к мобильному телефону и производить какую-то диагностику прямо в дороге. Приборы эти стоят они совсем недорого, то есть поддерживают просто огромное количество автомобилей. Всё зависит именно от программы, которую вы используете. То есть, например, для иномарок самые такие популярные программы, это, например, Torque, причём версия Pro считается самой оптимальной. Из бесплатных подойдёт, например, MotorData. Если у вас какой-нибудь отечественный автомобиль, то самая лучшая программа, это всё-таки называется она OpenDiag. То есть это как раз-таки российские разработчики делают, то есть для отечественных автомобилей самые лучшие. В чём преимущество, в чём недостатки этих приборов? Работают они в основном только по двигателю, то есть прочитают у вас моторы. Также с помощью них можно либо через телефон, либо через компьютер посмотреть всякие характеристики в режиме реального времени, температуры и так далее. То есть производить такую диагностику начального уровня, по двигателю в основном. Но есть и исключения. Например, если выбрать вариант с переключателем, ну, либо такой есть Bluetooth-версия, которая работает в основном либо с Android, либо с ноутбуками на Windows, либо есть подобная версия также с USB-проводом, то для автомобилей Ford и Mazda данного прибора будет достаточно, чтобы диагностировать помимо двигателей и там много других систем. Потому что у Ford и Mazda есть как быстрая, так и медленная шина, диагностические линии. И с помощью переключателя можно, то есть производить достаточно полноценную диагностику. То есть советуем немножечко переплатить там пару копеек и выбрать версию вот именно с таким стумблером. Также, опять повторюсь, отечественные автомобили с программой OpenZiq тоже достаточно хороший функционал у данных приборов. То есть могут быть они абсолютно разных форм, вариантов. Единственное, что советуем, версию полтора. Ну, это достаточно известная история, то, что, скажем так, как китайцы скопировали от оригинального адаптера ELM-327. Прекрасно они сделали именно версию 1.5. Но следующая версия, как они называют еще 2.1, она уже это их разработка. Но работает она не так стабильно и, как ни странно, то есть поддерживает намного меньшее количество автомобилей. Так что выбирайте версию полтора. То есть заранее спрашиваете перед покупкой. Так, еще такой нюанс хотелось бы уточнить. Например, то, что если у вас автомобиль более такой старый, который работает на K-линии, в основном это автомобиль до 2004 года, то есть ELM-327 может с такими автомобилями не работать. То есть он в основном предназначен для полноценной диагностики по CAN-шине. То есть это, ну, примерно после 2004 года. Как определить у вас автомобиль, ну, работает по K-линии, либо по CAN-шине? То есть в основном, если у вас, грубо говоря, прибор этот поместился в диагностическую колодку, значит, велика вероятность, что у вас все-таки на OBD-2. Ну, то есть OBD-2 протокол по CAN-шине работает. Но если у вас, например, для подсоединения нужен какой-нибудь переходник, скажем, вот такой есть, джемовский, называется джем 12-пин. Он часто используется, ну, в тех же вазах, либо DEO, то все-таки этот прибор, вот именно для более стареньких автомобилей, то есть с нестандартными колодками, то есть... ELM-327 для таких автомобилей, ну, скорее всего, не подойдет, потому что его необходимо дорабатывать. будет, то есть либо сам прибор, либо сам переходник. То есть с переходниками ELM-327, но особенно Bluetooth-версия, они не очень дружат. То есть это надо учитывать. То есть в основном это для более свежих автомобилей, которые работают, ну, это примерно после 2004 года. ну, что же делать, например, если у вас автомобиль, ну, такой более, скажем так, взрослый, более старшего поколения. Так, для этого нужно использовать так называемый, либо он называется WAG-COM прибор, либо также его еще и называют K-Line адаптер, то есть он работает с автомобилями по именно K-Line. В чем особенность работы? Работают они только через компьютер и зависит от того, какую программу вы используете. Да, также он будет как раз-таки, например, с теми же WAG-COM хорошо работать через программу OpenDiag и вот со старенькими через этот переходник. Также там можно, например, Toyota 20Pin очень популярно часто использует такой прибор. И самый лучший функционал все-таки у WAG-COM это с автомобилями группы WAG, ну, как раз-таки тоже примерно до 2004 года выпуска. То есть хорошо работает со старенькими Audi, Volkswagen, Skoda, то есть можно использовать программу, называется Wasia Diagnost версия 1.1. Прекрасно будет работать, огромное количество функций, помимо двигателя можно будет увидеть практически все системы, которые доступны в автомобиле. Также, если есть какие-то там скрытые функции для вашего автомобиля, его можно использовать. Есть еще вот, они тоже бывают, либо черные, либо в основном вот такой в синем корпусе. есть еще версии такие с переключателем. В основном это используется вот, например, либо в Fiat, либо в Chevrolet. То есть если учесть, например, что Chevrolet Lachete, то там и более современные автомобили тоже можно будет диагностировать с помощью данного сканера. То есть перебор стоит тоже очень недорого. и ну для более таких, скажем так, автомобилей именно на калинии ну вы можете посмотреть как бы для чтобы не волноваться как бы у вас калинии либо каншина. В принципе, в интернете полно-полно информации. Вот. И в общем для диагностики калинии это идеальный вариант. Также с помощью колайн-адаптера многие умудряются диагностировать Webasta, то есть отопительные системы. Ну и то есть также его можно подключить. Но это уже скажем так не будем углубляться в этом. Если какие-то вас заинтересуют можете там спрашивать в комментариях в ответе. Так. Давайте посмотрим еще с такого начального уровня приборы. Вот. И с такой уже автономный. то есть его не нужно подключать ни к компьютеру, ни к телефону, там, ноутбуку, планшету. Это уже прибор компании Lounge. Называется он Lounge C Reader 3001. Вот у нас есть небольшая диагностическая колодка. Ну это просто для того, чтобы питание подать и показать в принципе что тут есть. Есть у него такой небольшой дисплей. Позволяет он диагностировать ваш автомобиль, смотреть параметры в режиме реального времени. Также можно настроить язык. русский тут присутствует полноценный. Есть какие-то может ошибки он показывать в вашем автомобиле. Также можно их стирать, смотреть параметры и так далее. То есть прибор небольшой. Если вам не хочется заморачиваться с подключением, то есть искать какую-то программу, там Bluetooth стабильно у вас или нет, просто берете подсоединяете его к вашему автомобилю и прекрасно диагностируете. То есть приборы очень хорошие. Также есть его скажем так старший брат. Он называется Launch Serider 6. Он в принципе функционал такой же, только обладает большим экраном и более качественные материалы корпуса, удобный управления. То есть тоже он на русском языке. Launch Serider 6. Вот. Ну как и 3001, они диагностируют только двигатель. То есть прибор все-таки это пока до начального уровня. В принципе функционал очень схожий с ELM 327. Также есть вариант Serider 6+. Вот такой в желтой коробочке. Он позволяет диагностировать автомобили вот более такие старые японского рынка, которые вот именно по японскому протоколу праворульные. То есть отличие его от просто 6-го в том, что он не поддерживает русский язык, но зато с помощью него можно диагностировать японцев. то есть как вариант смотрите что нужно стоят они одинаково ну именно зависит от того какие задачи вы будете решать с помощью этих приборов. Так ну это в основном тут идет либо диагностика таких старых автомобилей либо даже самых современных но по протоколу BD2 то есть по двигателю. Ну что же делать если вы хотите диагностировать автомобили более свежие ну кроме двигателя то есть что-нибудь есть также пару интересных вариантов вот прибор называется он либо Delphi либо также известен как Autocom он тоже мультимарочный там у него порядка 100 марок разных автомобилей то есть с помощью него можно диагностировать помимо двигателя там ABS там подушки все что угодно также с помощью него можно производить адаптацию блоков стоят они в принципе за свою цену совсем недорого ну если брать на данный момент там если версия двуплатная USB там порядка 5000 рублей вот в чем вообще отличие вот этих приборов то есть уточню что они за свою стоимость диагностируют огромное количество систем очень функционально но читают автомобили в основном до 2016 года то есть вот такое у них ограничение ну у них есть всякие там улучшения типа можно вот фонарик для подсветки диагностического разъема вот но в чем именно у них функционал то есть в чем у них отличие есть у нас присутствует скажем так две скажем даже четыре основные вариации есть версия либо одноплатная либо двухплатная двухплатная подешевле одноплатная подороже отличие в том что одноплатная у них более улучшенная схемотехника то есть для диагностики именно грузовых автомобилей либо если у вас автосервис и прибор у вас в постоянном использовании все-таки советуем приобрести ну немного доплатить и приобрести все-таки одноплатную версию то есть тогда у вас будет ну полноценная диагностика автомобилей с 24 вольтами то есть это грузовые ну и также он большие нагрузки будет использовать так это первое отличие одноплатный двухплатный а второе отличие это версии либо юсби либо блютус с юсби то есть работают эти приборы даже на блютус но только с компьютером со своей собственной программой так она называется либо delfic либо автоком в принципе это одинаковые по функционалам приборы вот работают они через компьютер вот если у вас например блютус версия вы можете подсоединить прибор диагностической колодки и сидеть спокойно где-нибудь в кресле с ноутбуком в руках и уже диагностировать то есть не обязательно сидеть в кабине вашего автомобиля диагностируемого вот и в принципе вот отличие в том что есть одноплатные двуплатные блютуз юсби и есть вот в таком Delphi он такой черно-серый с красными акцентами есть такой более как в старом стиле как автокомы вот такой вариант прибора раньше они еще были такие золотистые до тринадцатого года то есть данной версии они получаются читать автомобили полноценную практически диагностику до шестнадцатого года также можно приобрести разные переходники для них то есть есть с полной распиновкой которая там всей системы позволит увидеть для более старых автомобилей либо с неполной которая также для старых но если вам там кроме двигателя ничего и не надо и в принципе даже нету ничего для диагностики то как вариант можно взять недорогие переходники с неполной распиновкой так ну думаю с этим разобрались давайте тогда вот что же делать если вам необходима диагностика то есть полноценная самых уже современных автомобилей тут подойдет уже скажем так более тяжелая артиллерия это уже лаунчи такие полноценные мультимаречные тут либо вот CRP есть серия либо вот такой C-Reader то есть тут идет CRP 429 C и C-Reader 129 с индексом E то есть для чего нужны эти приборы стоят они конечно уже дороже но они позволяют диагностировать полноценные автомобили самые современные то есть присутствует русский язык если вы например заходите вот тут порядка идет 50 марок различных автомобилей также можно по протоколу BD2 диагностировать язык тут русский но если у вас ошибки они переводятся в блок заходите там вас будет на английском языке но при подключении Wi-Fi можете нажать кнопку перевода и у вас автоматически будут уже какие-то системы переведены на русский язык прибор он обновляется то есть там идет год обновлений в комплекте с прибором в принципе вот эти два они по функционалу примерно одинаковые то есть производить можно диагностику также например можно делать всякие сервисные функции например сбрасывать индикатор замены масла также можно например сажевый фильтр восстанавливать на дизельных автомобилях и множество множество различных сервисных функций то есть прибор для диагностики вот для диагностики и обслуживания достаточно большого количества автомобилей то есть тут порядка опять повторюсь 50 марок автомобилей но самые основные тут присутствуют то есть Audi BMW Citroen GM группа Fiat Kia Mercedes Mitsubishi Skoda Toyota ну и так далее то есть по функционалу они примерно одинаковые эти приборы единственное что тут есть помимо сенсорного экрана можно также управлять еще кнопками напрямую но но в 129 вот видите интерфейс такой же тут в принципе большой экран присутствует то есть это уже для диагностики многих блоков и систем самых современных автомобилей то есть лаунч также если вам необходимо уже адаптации кодирование можно присмотреться к аналогам например ну если такой лаунч называется 431 прибор такой есть небольшого размера он является ну называется цинк диаг является аналогом лаунча 431 то есть с помощью него можно производить адаптацию также кодирование то есть диагностику автомобилей в приложении у него там больше 100 марок то есть ну такой вот вариант но работает он получается с вашим либо телефоном либо с планшетом ну есть у нас такой планшет с установленной программой то есть есть американский рынок как вот chevrolet ford gm группа cadillac jeep европа большой список азия киндай киа так далее китай то есть тут есть столько марок что там многие возможно даже ни разу не встретите но здесь еще не все кстати скачаны то есть данный прибор позволяет полноценно диагностировать ваш автомобиль адаптации то есть огромное количество всяких функций также можно приобрести дополнительный пакет грузовых автомобилей уже диагностировать грузовую технику но для использования 24 вольтовой линии необходимо приобрести преобразователь то есть 24 вольтовый на 12 вольтовую линию и тогда полноценно будет работать есть такой преобразователь как раз таки от фирмы lounge очень хорошего качества так в общем в принципе вот этого прибора синдиак будет достаточно чтобы диагностировать даже самые современные марки то есть там идет год обновлений у вас еще он будет обновляться то есть ну если при желании можно продлить так давайте вообще подытожим что для чего необходимо то есть если вам нужен какой-нибудь недорогой прибор для диагностики особенно если вам необходимо диагностировать приборы автомобилев дорогу можно приобрести вот ELM327 также для такой диагностики скажем так не отходят машину по дорогу то есть без использования компьютеров можно использовать подобные сканеры серидер какие но являются автономными но они в основном производят диагностику именно по мотору то есть они очень удобны в использовании и у них очень небольшая цена так если у вас автомобили более старше примерно до 2004 года то советуем приобретению VAC COM 409 либо CLINE адаптер в принципе это одно и то же то есть работают они через ноутбук также некоторые Chevrolet Lachete и Fiat можно диагностировать полноценную более свежую если у вас автосервис то советуем как начального уровня приобрести приборы либо DELFI либо автоком то есть до 2016 года автомобиль будет прекрасно читать прекрасно работать через ваш компьютер либо ноутбук то есть за свою стоимость обладает просто огромным функционалом то есть во всех мастерских я думаю знают о таком приборе то есть практически у всех у них у них ну и если у вас уже такой скажем так сервис более продвинутый то можно использовать приборы от фирмы лаунч лаунч либо есть аналог с инг диаг это в принципе американцы как они придумали скопировали и назвали это синг диаг но функционал у прибора такой очень хороший то есть либо есть такие автономные ну тут порядка 50 автомобилей марок различных то есть диагностику там сервисные функции приборы очень удобные в использовании то есть вообще не надо не настраивать практически ничего сразу работать либо можно использовать вот такой либо аналог лаунча 431 вот также он еще известен как лаунч из диаг но и также его называют из диаг 4.0 вот работает он с вашим либо телефоном либо с планшетом то есть единственное для него необходимо чтобы у вас было хотя бы 32 гигабайта внутреннего хранилища то есть марок огромное количество большое количество для полноценной работы советуем вот именно планшет либо телефон с версией android не ниже 6.0 и с 32 гигабайтами внутреннего хранилища так ну в общем в целом я думаю это вот все самые такие популярные приборы на сегодняшний день то есть если у вас будут какие-то вопросы так что вы задавайте уточним подберем что-то под конкретно ваш автомобиль но опять повторюсь что ни один мультимаречный прибор не заменит для вас какое-нибудь марочное оборудование то есть у них задача провести самый большой охват то есть автомобилей но полноценную диагностику в большинстве из них вы в принципе сможете провести с помощью данных приборов и всем спасибо за просмотр всем пока пока Продолжение следует...